Всем привет. Это наш новый формат, в котором мы встречаемся с предпринимателями и разговариваем о бизнесе, о текущей ситуации. Меня зовут Николай Пак, значит, у нас Дмитрий Пак еще мой собеседник, тоже соведущий, и у нас сегодняшний гость это Диас Нургожин, руководитель сети ресторанов Руми. Диас, привет. Поправь меня, если я что-то неправильно сказал. Все верно. Хорошо. Диас, у нас сейчас тут в такой компании на троих, Дмитрий у нас маркетолог, я, можно сказать, предприниматель, а ты у нас и предприниматель, и маркетолог. Ну да. Расскажи, пожалуйста, у тебя же много разных проектов. Расскажи, если можешь, коротко, геймпроектами ты вот занимался, ну, до этого. До этого, ну да, до этого разными проектами занимался, но вот перед, ну, до Руми занимался проектом в Сеном, это мобильное приложение, такое смарт-кошелек, вот. Ну, до него я работал в холдинге Алмалы, там, курировал маркетинг этого холдинга, то есть это Макдональдс и там Кайрат футбольный клуб, Фитнейшн и так далее, то есть там порядка, ну, там большой холдинг, да, и там у меня была задача, то есть стратегические, стратегическое развитие маркетинга, вот. А свои проекты, которые ввел, то есть это, ну, это разной сферы, то есть просто там автомойки мы открывали, так и IT-бизнес, вот. Ну, много чего пробовали, вот. Много было и косяков разных, да, там, и так далее, вот. Ну, а сейчас мы, скажем так, ну, я пожинаю плоды этого всего опыта, да, конечно, то есть то, что мы тогда запускали, делали, закрывали, продавали, открывали, то есть сейчас это более, конечно, спокойно, чем раньше, вот. Вот. Занимая, чисто в ресторанной сфере. Расскажи, пожалуйста, смотри, ну, получается, правильно ли я делаю вывод, что, ну, вот мы всегда говорим, что в случае с предпринимателями негативный опыт, это тоже, это тоже идет, условно говоря, в резюме, потому что, ну, предприниматель должен быть, в том числе, не должен быть, конечно, но, как сказать, его провалы, это тоже, как сказать, нормальная строчка в его резюме, неоприцательная. Ну, да, потому что мы пережили очень много, ну, когда, допустим, запускали такие разные проекты, то есть я помню, вот, когда сам анализировал, да, у нас одновременно было, там, пять проектов, еще из разных сфер, там, клиник, мы мыли здание, не выходя, не заходя на здание, то есть это типа промышленного альпинизма, купили в Санкт-Петербурге оборудование и мыли здание до пятого этажа, то есть все там автосалоны, гостиницы, бизнес-центры, в Аматы мы их мыли, вот, проектов у нас был IT-бизнес, проектов у нас были еще автомоги, еще проектов были брендинговые агентства, мы там делали разные тасовки, там, футболки для университетов и так далее, вот, кучу такого этого всего, и это создавало стрессовые ситуации, да, в которых надо было, которые сами мы себе искусственно создали, вот, но я понимаю, что сейчас, вот, допустим, даже в условиях этого первого карантина, да, первого кризиса, то есть я довольно-таки спокойно реагирую на, на, ну, все эти ситуации, и мы, ну, можно, скажем так, холодным умом принимать решения, да, без каких там, вот, что произошло, надо закрываться там, или там, или все что-либо, или давайте банкротиться, и так далее, и так далее, вот. Расскажи, пожалуйста, сейчас. То есть я сейчас, наоборот, нам помог. Ну, сейчас расскажи, пожалуйста, ситуация, в которой, ну, как бы, первое, что приходит на ум, да, что кто, кто начнет, ну, попадать под удар, да, ну, понятное дело, что это туристические компании, да, я вот, думаю, надо тоже кого-то позвать из этой отрасли, ну, вот, рестораны, это то, что приходит на ум, что, ну, как бы, есть какие-то понятные вещи, да, что там приток клиентов на, как правильно назвать у вас, не торговой площади, как правильно, ну, то есть, вот, на офлайн-площадке, то есть, он сократился в связи с запретом, там, может быть, вот-вот во время этой передышки, что, возобновился спрос, и что происходит, вот, именно, продажи внутри ресторанов и с доставками, например? Ну, я об этом, кстати, вот, открыто и честно, да, пишу в Фейсбуке, вот, у меня там не такая большая аудитория, вот, но стараюсь, как бы, об этом писать, чтобы делиться с другими предпринимателями, там, или просто, то есть, читатели, да, кто, ну, подписан в Фейсбуке. Первая, вот, волна, это же было в этом, в марте, получается, мы вообще, то есть, хорошо росли, начиная, там, с октября месяца, то есть, как и доставка у нас сильно росла хорошо, и офлайновый поток, да, посещение гостей, все, вот, то есть, там, если взять выручку, да, то есть, она вот так вот росла, прибыль и так далее. В марте вот это было, то есть, мы, естественно, даже не подозревали, то есть, были вот эти вещи, то есть, но это же все равно, во всем Казахстане все думали, это где-то там, это нас не коснется, да, и все строили планы, там, и так далее, и так далее, но потом я заметил то, что где-то за неделю до вот этого блокирования полностью, да, ресторанов, всего, там, городов, у нас начал снижаться, там, начал снижаться поток гостей, да, и выручка начала падать сильно, вот. И мы, ну, я полетел в Алматы, мы, ну, провел совещание быстренько, мы сформировали такой антикризисный план, ну, что будет, если там, ну, негативный, такой, позитивный и усредненный. В итоге мы выбрали, ну, негативный, потому что произошел самый, ну, негативный этот сценарий, да, вот, ну, тогда, когда первый раз все заблокировали, естественно, это была только доставка, да, вот, и мы жили за счет доставки, естественно, мы все сократили, все свои расходы максимальные, то есть, наши партнеры нас поддержали по аренде и так далее, вот. Вот, мы, ну, вся, вся компания, там, ну, я помню, что отправь, мы отправили на отпуск без содержания, там, где-то 180 человек. А сколько у вас всего людей? Всего 200. Ага, понятно. Это вообще, то есть, там, где-то 180, 175, там, ну, вот, 90% людей точно мы всех отправили, почему, потому что мы все заточены были под бизнес-модель по обслуживанию гостей, когда люди приходят, да, то есть доставка у нас принимала, там, не так уж много процентов выручки, вот. Она раньше занимала, там, 5%, потом она потихоньку росла-росла, вот, ну, до 10 примерно процентов выросла. Но наш основной доход, да, это было, как бы, ну, это посещение, это посещение гостей, вот. Ну, поэтому мы всю, ну, всю нашу, скажем так, ресторанную жизнь переориентировали на доставку. Вот, и хорошо, что мы ее начали развивать доставку в октябре активно, то есть доставка она была еще раньше, но активно мы ее начали развивать в октябре, подключили, там, IP-телефонию, да, колл-центр начали наращивать. А вы свой сервис организовывали? Это не аутсос? Ну, мы вот в октябре начали также подключать, вот, вот, Вольт, Яндекс и Глоба, процесс не такой быстрый, то есть, там, в течение двух месяцев, пока мы себя не подключат, ну, мы синтегрируем наши системы, пока обучим наших ребят, то есть мы постепенно их подключали, но в то же время активно развивали собственную службу, потому что, вот, ну, мы ориентировались на Додо Пиццы, да, то есть, вот, там, нам нравится их пример, то есть, с командой мы все это читали, смотрели, он там тоже говорил, то, что вот, надо собственную службу развивать, да, поэтому мы, вот, ну, закупали, закупили свои сумки, да, термосумки, там, своих курьеров в штат взяли и вот постепенно-постепенно развивали. И вот многие, знаете, вот, к вашему вопросу, то есть, кто больше пострадал, естественно, то есть, рестораны пострадали, у многих ее не было, это раз, да, то есть, у многих вообще нету этой доставки. И поэтому они не смогли переориентироваться и просто закрылись, и многие не вышли из первого карантина даже, то есть, они все ехали со своих арендуемых помещений, потому что, в основном, это все в аренде сидят, да, а арендодатель, у него тоже свои кредиты, свои, там, финансовые обязательства, потому что многие берут в аренду, ну, многие покупают в кредит помещение и потом с этой аренды выплачивают эти кредиты, вот. И в итоге арендодатели, им пришлось, да, там, скажем, ну, просить с этих помещений, потому что, ну, те потеряли свои доходы, вот. И, ну, мы смогли удержать, почему? Потому что, вот, доставка у нас начала расти, вот у нас до коротки, в марте мы, у нас было 3700 доставок, заказов, да, в апреле у нас было, в марте, в апреле было 6000, и вот она так, видите, практически в два раза выросла. А в деньгах есть какая-то компенсация от потери вот этих оффлайновых, ну, оффлайновых продаж? Что значит компенсация? Ну, выручка, выручка, например, упала с оффлайна столько-то, а выросла с доставки, там, ну, в процентах, если можно? Да нет, там сильно упали, вот, допустим, сразу же, допустим, скажу так, в первый же месяц, там, карантина мы упали на в два раза, то есть 50% выручки. Потом мы еще сильнее упали, вот. Потому что, ну, половина же, до 18 марта мы же работали, да, 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 чтоб денег был. А в апреле там вообще сильно упали, там, на 70-80% выручка упала. То есть, или только на вот эти вот, там, 20%, вот, ну, в ноль работали. В ноль, и там чуть-чуть там маленький был, там, плюсы, ну, я не считаю его за плюсы, потому что это, ну, в основном это в ноль, да, вот. Потому что мы всех просили об отстрочке платежа, то есть, да, чтобы оплатить, то есть, все аренду мы платим, там, в начале месяца, да, потому что у нас хватало денег. А сейчас мы просили в конце месяца, чтобы потом подкопить, да, и оплатить. Так же и всех остальных, вот. Ну, в количестве доставок мы, конечно, там, выросли, 6 тысяч, потом в мае было это 7,5 тысяч доставок. Но так как средний чек у нас маленький, то есть это 5400 тенге, вот, потому что там, ну, Глоба, Вольсе, все, Яндекс, Чоков Фуд, там, то есть, у самой службы Руми, там, чек он где-то 8 тысяч, а вот за счет того, что у Глоба и Вольта у них маленький чек, у нас тут усреднился он на 5400. Ну, вот так вот, если говорить про первые, там, да, карантин, конечно, рестораны, многие пострадали и не смогли подключить никакие службы доставки, потому что это не такой небыстрый процесс, вот, ну, и свою доставку тоже, то есть никогда с этим не сталкивались, вот, и, ну, люди были, там, в стрессе, не понимали, что делать, вот, да и в основном у ресторанов нету финансовой подушки никакой, то есть, ну, в основном так, сколько я знаю, то есть, там, многих ресторанов. Можно задам вопрос, касаемо сотрудничества с Глобой и Вольтом, там, насколько я понимаю, вы должны отдавать 30%, да, от чека этих ребят. Вы как продолжаете с ними работать или все уже будете ставить на вот свою собственную доставку, у вас все развитие идет на это? Ну, смотрите, да, мы в первую очередь благодарны им, да, за то, что они, да, мы с ними работали, мы всегда за сотрудничество, партнерство, мы вообще, то есть, такая открытая компания, но раньше мы себе могли позволить отдавать 30%, потому что это было не так уж много из общего пирога выручки, да, вот, но когда сейчас, допустим, выручка от доставки составляет 40%, сейчас вот, да, 40%, она уже стремится к 50%, вот, нам это непозволительно, мы не можем себе это отдавать 30% с каждого заказа, потому что фактически процент, это не 30%, это больше, потому что мы это упаковываем в пакеты, да, мы туда кладем еще, там, одноразовую посуду, приборы, там, если надо, сахар, зубочистки, салфетки, и так далее, и так далее, и плюс они же нам потом перечисляют вот эти 70%, которые они дают, это же все идет, то есть, по перечислению, то есть, это еще налоги идут и так далее, и в итоге, то есть, процент, который мы тратим на, ну, на партнеров, он намного больше, вот, и мы пришли сейчас, ну, мы потом пришли к выводу, что приостановить, приостановить сотрудничество, вот, ну, мы потом ChocoFood вышли с предложением, да, о снижении процента, но вся доставка, обработка заказа идет на нас, то есть, они просто, как площадка выступает, скидываем там заказ, дальше мы уже сами все делаем, все, отрабатываем и обратную связь, там, и доставляем заказ, и так далее, и так далее. Слушай, ну, а вот ты сказал, извини, Падим, давай говори. Я по поводу приложения, вы уже создали, да, отдельное приложение, наверное, оно могло бы вам помочь в продвижении, непосредственно доставке онлайн-продаж. Да, мы вот выбрали такого, я не знаю, это мировой ингридер, не мировой, то есть, это компания Loyalty Plant, то есть, они представляют готовые решения по мобильным продвижениям, да, это, то есть, программа лояльности, плюс приложение для доставки, то есть, их используют там и Папа Джонс, там, то есть, у них и в Америке многие сетевые рестораны используют именно этот Loyalty Plant и в Дубае, и так далее, и так далее, то есть, по всему миру, то есть, это такая мировая площадка, которая дает тебе такое white label решение, то есть, ты просто натягиваешь свой дизайн, да, на их готовую систему, вот, интегрируешься своими там учетные системы, то есть, у нас ICO, да, вот, и в итоге у тебя, как бы, готовые решения есть. И мы вот, его где-то уже месяца полтора сейчас, она готовится. Ага, вы его скоро запускать, да, будете? Да, и там у них сейчас вопросы по платежному шлюзу, что-то они не могут его там подключить, что-нибудь, какого-то партнера, что ли, то ли, чего, я не пойму. И, ну, запуск примерно на второй половине июля, вот, то есть, и все наши, там, коммуникации с нашими клиентами мы будем вести уже через приложение, потому что вот сейчас вот сайт ловкий Z, да, то есть, по статистике, там, 80% людей заходят через смартфоны. И, ну, это такой хороший, хороший удобный сервис, как минимум, для наших клиентов, чтобы, там, повторять заказ, там, вот, сохранить карту, оплатив сразу через карту, да, там, потому что сейчас надо постоянно вводить номер карты, это, ну, неудобно. Вот нельзя, там, в два км это оплатить. Диас, я хотел уточнить вот этот вопрос. Ты говорил, что, там, ну, поддержка от партнеров и по аренде. Вы, ну, вам отсрочили аренду, либо какие-то, там, каникулы сделали? Потому что, я так понимаю, все равно, при том, что когда оффлайн схлопывается, да, то есть, вопрос о аренде остается очень остро, потому что, ну, это же все площади, которые генерили выручку, получается, то есть, вы высчитывали за счет того, ну, то есть, вся площадь посчитана, условно говоря, да? Ну, да. Мы на скидки договаривались, только на скидки, то есть, а срочку нет, вот, а скидки, мы просто просили, какую-либо скидку вообще, там, в идеале, там, 60-70%, но примерно, там, наши партнеры предоставили примерно 50% скидки. Ну, если вот так усыднили, то в среднем все давали 50%, потому что, ну, время такое, все понимают, что тяжело. Ну, на самом деле, на самом деле, в России, я вот недавно интервью смотрел, хозяин Чехана номер один, он говорил, что вообще им во время вот этого карантина в России они вообще отдавали бесплатно, но только за коммуналку брали у них. То есть, такие ситуации, ну, такая ситуация тоже была, например. Ну, то есть, здесь пока только скидки, да? Ну, у меня в офисе, мне дали на апрель и часть мая сделали бесплатно аренду офиса, но у нас продажен студия, у нас там другая, понятно, вообще модель, но мы, ну, у нас есть офис как база, то есть, ну, если мы говорим о том, что мы не работаем, вот, и, ну, нам дали, как бы, ну, в смысле, мы не платили за апрель, мы заплатили вперед, но, как бы, посчитали, что это, там, середины мая. Я вот хотел сейчас, ну, вам обоим вопрос, как бы, задать, просто как пример про бренд Руми. То есть, я во время карантина, мы сидели, как бы, я сидел и думал, вот, ну, периодически такое приходит, да, то есть, раз в двое недели, раз в месяц, просто хочется съесть плова, вот. И, короче, я вот, ход моих размышлений про бренд, да, то есть, я подумал, ну, вот, нужно съесть плов, сейчас у нас есть только доставка, и вот не хочется всех обзванивать, да, то есть, ну, в смысле, у вас есть там конкурент, хотя я не знаю, конкурент он или нет, потому что он не сеть, но я подумал, и вот второе, что я, ну, первое, у меня, да, Руми возникло, Руми и еще один там бренд, вот. А второе у меня, я просто предлагаю поразмышлять на эту тему, то есть, я подумал, вот такая штука, ну, вот это кооперативный бренд, у них сеть, скорее всего, у них есть какое-то решение по доставке, да, то есть, ну, в смысле, потому что, ну, тупо потому что они, ну, более-менее они большие, и все решения у них такие, скажем так, ну, то есть, вряд ли хозяин закрылся и уехал там на дачу, да, словно говоря, ну, то есть, вот эти маленькие. Скорее всего, у них есть какое-то решение по сервису, ну, и поэтому я, как бы, сразу там ищу информацию у них, ну, там, либо телефон, да, сконтактировать, и первое, что я сделал, я позвонил и спросил, вы работаете, как вы работаете, сразу получил ответ, но я в том плане, что когда вот, Дим, тоже вот этот бренд формируется, насколько вот это вот... Так, что, слышно? Да, у тебя сейчас не было слышно чуть-чуть. Получил ответ. Да, получил ответ. Это, ну, это вопрос вот к разговору о том, что насколько, что нужно еще закладывать в бренд, чтобы вот оно вот в каким-то таким вот таких экстремальных ситуациях сработало так. То есть я, то есть, ну, большой же не всегда хороший, да, но я подумал, что в этой ситуации, что они, скорее всего, ну, там, условно говоря, даже можно сказать, я подумал, что они вынуждены даже, они все равно должны были что-то придумать, потому что, ну, потому что они большие, так или иначе. Диас, что ты думаешь? Так, в чем-то вопрос я вот послушал. Ну, то есть вот это, я просто, воздействие бренда, оно, ну, я не знаю, какие, какие там критерии, кроме того, что вкусный, там, вкусный продукт, да, например, или там удобные рестораны с хорошим, там, ну, сервисом. То есть вот здесь вот в моем случае, когда я рассказывал, то есть сработал какой-то корпоративный бренд, он не про качество продукта, он не про какой-то там креатив или про какую-то команду, просто сработало то, что вот, ну, это какая-то, ну, плюс-минус в общепите, это какая-то, ну, не корпорация, скажем так, а это какая-то, какая-то большая организация. И поэтому, да, они, скорее всего, что-то придумали, то есть я не ищу какие-то там, условно говоря, ну, как правильно назвать, не бутиковые рестораны, но вот какие-то, такие кафешки, которые там, да, лежат одному человеку. Так. Я подумал, что, ну, обычно это закладывается в бренд, или вообще, как это может, ну, как бы влиять на, ну, в смысле, в этом случае хорошо влияет, да, а, ну, как сказать, а работает ли это, ну, в обычных условиях, закладывается ли это в обычных условиях, вот, в составляющие этого бренда. Или это вообще не имеет значения, это только вот, ну, мне так показало, мне так кажется. Что мы, что мы обязаны что-либо предпринять во время таких вот ситуаций, в этом вопрос, да? То есть там, на глазах у нас обязанности этого бренда? Ну, да, Диас, то есть у вас такая история, да, и вас знает, вы большие достаточно, что, скорее всего, ну, допустим, Макдональдс, да, тоже работал Макдональдс. Если бы это произошло, мы точно знаем, что Макдональдс что-то придумает. Он не может быть, что они не будут работать. То есть там какой-то будет, я сейчас наберу, заберу, забью в Гугл, и Макдональдс себе какое-то решение предложит. То же самое, если касаться бренда Руми, Коля Борц, скорее всего, это действие так, ну, и так и работает. Для меня лично, я могу объяснить. Для меня было чуть-чуть, я с другой стороны к Руми зашел. Вначале все шло через личный бренд, через Куаныша Шунбая. Он очень был такой активный, человек, который открывал Руми, основатель. Он был очень активен в соцсетях, он очень крутой личный бренд. И вот его ценности, они были очень правильные. И я из этого подумал бы. Слушайте, если это заведение его, там, скорее всего, они не просто сейчас не пошли, все не улетели на Бали, а там что-то сейчас происходит. Они же чем-то придумывают что-то интересное. Скорее всего, доставка точно у них одна из первых будет. Если я зайду, скорее всего, Руми будет. Ну, для меня это вот так было, например. Ну, согласен, да. Определенно, это то есть бренд накладывает на тебя обязательства, да, и ты обязан это все делать, потому что, ну, ради своих, как бы, и партнеров, и гостей, да, и, ну, и в то же время команду, чтобы удержать ее, да. Вот. Поэтому, ну, это да, согласен. Ну, это интересно, в том плане, что то, что вот ты сейчас сказал, что бренд тоже накладывает обязательства, это, как сказать, ну, для меня это какая-то и такая, какая-то, скажем так, новая фраза. То есть я больше, может быть, потому что я не сильно разбираюсь, больше, ну, то есть бренд служит тебе, а тебе получается немножко история, когда бренд, наоборот, как бы тебя заставляет что-то делать, получается. Ну, обязательно, потому что, ну, мы не прекращали, вот, скажем так, сотрудничество с маркетинговым агентством, да, которым мы работали, то есть мы усилили, наоборот, маркетинг в это время кризисное, чтобы коммуницировать, да, с нашими вот постоянными гостями, да, ну, теперь, которые хотят вот плова, да, кто-то раз в неделю хочет, кто-то раз в месяц, да, хочет, и мы просто обязаны, то есть им его, хотя бы как минимум плов его доставить, да, вот, потому что мы урезали меню, да, за это время, потому что там многие вещи, они как идут, как доп, дополнительные блюда, которые ты, ну, кушаешь во время, ну, посадки, когда приходишь, да, когда-то как заказывать, они их, ну, их мало кто заказывает, вот, поэтому мы провели быстрый такой ABC-анализ, портфельный анализ, да, блюд, что заказывают, что больше заказывают, что меньше заказывают, что скоропортищиеся, да, то есть убрали лишние позиции, да, оставили такое урезанное, понятное меню, то, что чаще всего у нас люди покупают, вот, естественно, то есть мы не оставляли Instagram неактивным, то есть, да, мы, то есть активно выставляли там посты, говорили, что у нас происходит, показывали, как у нас это все внутри, то есть то, что мы все в перчатках, там, антисептики, то, что у нас эти там кухню, да, то есть как мы это делаем, как мы доставляем, как наши курьеры выглядят, да, и даже колл-центры снимали, даже они там, то есть мы их переместили в ресторан внутрь, вот, и, ну, вот, такие вещи, то есть... У меня сейчас такая, знаете, я расскажу, как я не удержусь, есть личная история, потому что, ну, вот, как была эта ситуация, был этот карантин, когда строгий был, знаете, когда машин не было, ну, там, я, ну, выезжал, мы там развозили продукты, там, ну, семьи, вот, и у меня был день такой, то есть я еду, и там всегда такой сюр, город такой пустой, ну, короче, все это понятно, как я легенда, и едешь один, давно такой город не видел, вот, и ты один, по сути, ну, вот, и звонишь туда на Аблайхана, ну, и там заказываешь еду, короче, ну, и так было несколько раз, и у меня теперь ассоциации, когда я тебе приезжаю, там, там многолюдно опять, а раньше, короче, как было, там вообще никого не было, я стоял на этой стоянке, где у меня в обычное время никогда не было места, и я вставал там, подходил туда, там был заказ, я там чуть-чуть ждал, подходили еще люди, и я с ними общался, и мы были как будто такие, знаете, сопричастные к каком-то таком действии, которые там, ну, это люди были, по-моему, со столичного центра, либо, ну, было ощущение, что они где-то недалеко живут, периодически такие пожилые, приходили, брали какую-то еду, спрашивали там у меня там, ну, они думали, может, я доставщик, они спрашивали там, а вот есть маленькие чебуречки, я говорю, я, по-моему, есть, но я не знаю точно, потом я сидел на этой же стоянке в машине и ел, короче, ну, и ехал дальше, у меня вот две вещи запечатлелись вот за время этого карантина, что, во-первых, ну, я объездил всю Алмату, ну, вот с этой помощью, и я понял, что Алмата, во-первых, это не то, что мы себе представляем, это никакие не столичные центры, ни Новый Тау, ни гостиницы Казахстан, это огромный частный сектор, короче, Алмата, оказывается, ну, там просто есть такие большие частные секторы, которые раньше никогда не думали, когда вот их и ищешь, ну, и второе, это вот то, что вот для меня вот эта ассоциация, когда приезжаю теперь, я вот сижу, никого нету вообще, весь город мертвый, я сижу там, ем вов, короче, в машине, вот около вашего, вот наоблахана, ну, такая, знаете, там, человеческая история современная, вот, не такая. Не, ну, так, на самом деле, некоторые бренды могли себя повести очень правильно именно в это время, и именно выделиться, то есть именно в карантин бренды, которые помогли и повели себя правильно, когда это все уйдет, ты к ним будешь относиться как бы в два раза лучше, то есть ты будешь сразу, и ты будешь прощать им больше, например, они тебя выручили в карантин, и что-то сделали хуже уже, когда ситуация стала лучше, ты будешь всегда вспоминать этот момент, и говорить, не, 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 я ребятам еще дам шанс, и именно в карантин нужно все бренды, о чем вы начали говорить, это социальная ответственность, должны что-то делать, помогать людям, делать какие-то дополнительные услуги, чтобы было удобно людям, потому что, допустим, у меня какой опыт был, были доставщики, которые мне, я заказал первый день карантина технику, для карантина именно, чтобы проводить там, мне ее привезли в последний день карантина, ну, то есть, у меня после этого к ним отношение какое может быть, да, а были ребята, которые мне выручали, они доставляли там, еду передавали, я не знаю, передавали жесткий диск, или что-то нужно было близким передать, не выходя из дома, и сейчас, какие бы они ошибки не допустили, я уже к ним буду все равно относиться немного по-другому, ну, как бы больше прощать, я не настолько буду критичен, и важно именно в этот момент строить эти сложные моменты, эмоциональные связи с брендом, мне кажется, и вам это тоже удалось, как Коля рассказывает, и так далее, как-то скрасить этот момент. Ясно, ты думаешь, это работает, ну, в смысле, вот в таком, ну, и надолго ли это работает, такая штука, насколько у людей такая длинная штука, по памяти? Честно, я даже вот не знаю, насколько, то есть, если ты часто соприкасаешься с брендом, то есть, и часто его там потребляешь, да, смотря, что это услуга или товар, то, мне кажется, это опечатывается, то есть, надолго, я так думаю. Ну, да. Мне, мне представляется, вот у меня, как у потребителя, просто есть такая таблица, знаете, и там только одна колонка, ну, там, условно говоря, плов, одно имя, там, какая-нибудь там, мойка, там, одно имя, там, ну, может быть, это опять-таки, как-то, какой-то психологический, ну, это может быть, мне присуще, но вот мне, грунтопредставлений, чтобы все очень проще было, то есть, вот одна там, да, там, ну, пускай все между собой борются, но вот, как потребитель, для меня, вот, когда кто-то станет там на первом месте, а, ну, все, значит, зачем много думать, давайте, вот, будет так вот. Ну, да. Ну, смотря, если обсуждать ситуацию в целом, да, многие рестораны не могут, ну, в смысле, ты же говоришь, так и не, так и не открылись. С другой стороны, если, примеру, сейчас, вот, там две недели открываться было, потом опять закрыли, да, то есть, это вот нестабильность, неопределенность, я так думаю, она, ну, понятно, объективная данность, с одной стороны, с другой стороны, ну, невозможно какой-то даже краткосрочный план, наверное, да, разработать, ну, имеется в виду по, ну, что делать, да. Нет, но мы делаем планы еженедельно, то есть, это такие у нас недели принты, то есть, это мы так же в прошлом году так вот внедряли, даже не во время карантина, то есть, чтобы быстро принимать решение, потому что сейчас скорость очень важна, да, пока месяц пройдет, пока ты там, прошлый месячный отчет получишь, потом за этот месяцный, потому что, поэтому мы у нас, есть такое в практике, то есть, мы делаем планы, ну, месячные мы делаем, но ориентируемся, то есть, вот так вот, из недели в неделю. То есть, это недельные спринты по всем разным, ну, по всем сферам, то есть, финансы, менеджмент, маркетинг, до производства рестораны вот и это тоже кстати нам помогло и помогает сейчас то есть когда вот второй был карантин когда вышли из карантина вроде бы все пошло нормально то есть там первые там две недели он пошло вверх вроде бы все обрадовали отложенный спрос на был да но потом люди все равно по ходу стали но потом же у них начали заболевать там знакомые там еще что такое и люди уже стали более осознаннее да и перестали ходить вообще ресторан то есть выручка сильно тоже опять упала на 60 70 процентов сразу резко выпадение да и уже это привело потом уже карантин на который с 5 июля поэтому с людьми диаса ты говоришь там недельный план но вот вы открылись вы опять вызвали тех людей которые отпустили в отпуск да они вышли а потом ну как бы потом опять как бы опять в отпуск получается но мы мы стараемся делать такие штуки как вызывать людей но вот во время карантина курьерами были наши официанты допустим вот упаковщики которые упаковывают потому что доставка доставка же выросла то есть у нас мы вели такую должность упаковщина это тоже наши ребята из других там ресторанов вот и мы ну то есть старались людей ну чтобы не терять и поэтому их распределяли под другим профессиям вот и потом ну вот так вот правильно то есть мы вызвали людей когда ресторан кривись но теперь опять отозвали да и кого смогли ну допустим на летней террасе там не нужно там 10 центров потому что всего лишь три официанта поэтому вот как можем и сразу сохраняем команду до чтобы чтобы поддерживать ее чтобы удержать и ну естественно чтобы они дохода свои не теряли также одну как в марте вот мы проработали 18 дней мы все равно то есть в апреле выплатили всю зарплату на то есть всем ребятам потому что она это наша обязанность да хоть мы потеряли ну прям доход нереально просто теряю пошумишь как тоже живем сколько месяц выплачивать то есть мы такой работой и ну были конечно там чуть подольше надо было подкопить но вы все выплатили то есть перед всеми то есть мы не долги не копили как ты думаешь сейчас все три стороны функционируют у нас планирует сейчас только два сторона это вот на блайхана и в астане на набережной ага тот который в меге у вас добыл еще в астане или где в каком-то тэрце вы пока его пока он не работает потому что вообще все тэрце закрыты ну да там уже мы не можем против закона да и там закрыты слушай ну а в таком режиме если скажем так режиме когда вы не можете работать не площадка не ну помещение внутри а только доставка сколько вы сможете продержаться ну это у нас впечатление ну в смысле понять с учетом того что вы там одни из таких сильных игроков мы можем держаться да то есть ну хороший финансовый блок вот и мы все сразу просчитываем то есть лишние то есть расходы мы убираем адаптируемся вот и в принципе то есть мы можем так и дальше до конца года можно так работать а вот вот эти аренда которые помещение которую вы не используете но она же получаясь тоже попадает в косты сейчас у вас да как бы которые ну нет нет ну допустим от мега силквей закрыт две недели платим аренду то есть начнется когда ну мега мега откроется в тэрце москва закрыт значит мы не платим аренду вот ну ну так но у нас еще есть же производство то есть у нас два цеха то есть цех вам по три цеха в астане там мы производим полуфабрикаты вот для наших ресторан это и наш центральный склад вы поэтому вот где-то месяц месяц я не помню сколько или два назад затеяли такой проект как производство полуфабрикатов для магазинов то есть полуфабрикатами занимаемся давно мы их доставляем после домой до людям в крафтовых пакетах теперь ну увидели что все равно даже во время карантина да и магазины не оставляют свою работу да и у нас есть что им предложить поэтому мы вот получили все необходимые сертификаты лабораторные исследования прошли и так далее сейчас получаем сертификат халал вот и разрабатываем упаковку это он не думает чтобы сместить чуть-чуть фокус да и попробовать развить новые направления это как вот полуфабрикаты для магазина вы по своим брендом да будете запускаться до предупреждения ну потому что как сейчас у нас люди у нас покупают полуфабрикаты да то есть люди знают наш бренд но только в двух городах до балматы и восточных сферах да и очень рискованная многие инвесторы не будут вкладываться уже дают вам марте активно парам люди уже в феврале в марте у нас было много заявок на франшизу с разных городов вас и мы к этому шли мы уже там облицевали себе такой план по разработке франшизы это довольно таки такой не быстрый процесс там где-то 6-7 месяцев занимает пока все стандарты ты опишешь до мебели уборки то там до стратегических вопросов и но потом носил карантин вот и до сих пор это вот такая шаткая ситуация поэтому многие такие потенциальные инвесторы которые хотели купить нашу франшизу они искали нос мы пока на стопе такси вот поэтому мы так адаптировались так как говорится там вызывает не там не сильнейший да тут умеет адаптироваться адаптироваться под новые реалии и сейчас вот развиваем этот проект полуфабрикатом это уже в этом месяце будет новая там новая но не новая упаковка и ведем сейчас переговоры с москвой экспортировать наши продукции в москву там в халяль магазины и ну естественно и алмата астана вот слушай но я думаю что проект скорее всего зайдет я хотел спросить насчет поставщиков смотри то есть если вы будете поставщиками полуфабрикатов да как ваши взаимоотношения то есть с поставщиками есть ли теперь вот в этом с учетом нового времени ну там трудности те кто вам там мясо поставляет овощи вот как правильно я не знаю в ресторанном бизнесе есть слово сырье или нет но вот а что с ними что с поставщиками а ну если с ними трудности вот я хотел спросить то есть с учетом карантина или либо какая какое-то снижение возможно ну там деятельности в начале была в первом в первом карантине было естественно то есть то что было то сканабо там цены начали расти вот но потом они купали это как это это походу был какой-то ажиотаж я не знаю что это было первой там недели две наверно то есть цены были нестабильны вообще скакали вот так вот вверх вниз потом закрыли же оптов куда то есть там от народу но все равно наши поставщики смогли как-то вот выкрутиться да то есть они разным и потом дали же зеленый коридор на продукты до из разных городов и областей можно было завести продукты и поэтому то есть поставщики и стабильно нам поставляли все все необходимые там нам продукты не было такого что у нас неделями нету продуктов плюс мы же все равно закупаемся там у нас есть не снижаемый остаток на складах да и мы побольше закупаем себе этих разных риса побольше закупили там плюс у вас сам плов да ориентация на восточной кухне наверное вы мало за границей даже продуктов закупаете в основном это все местное до потребление поэтому цена не так она не выросла из-за этого да благодаря местным и плюс мы стараемся поддерживать отечественных товаропроизводителей это 8 то у нас есть вот вот мы салфетки даже вот эту ли ты бумагу сяк такой-то покупаем тому отлично производителя хотя раньше там ну просто у там кто перекупает у них закупали потом мы напрямую вышли потом вот даже вот эти как называют сиропы эскобар это тоже отечественные товары отечественных производитель сиропов то есть мы вот всегда за такие истории когда поддерживать и покупать у наших ребят да потому что наверное вот эти ну в основном рестораны которые все покупают за границей эти рестораны еще больше наверное сейчас чувствую дорожание и так далее и проблем касаемо продвижения мне вот интересно как маркетологу когда только руми запускался вы были очень активны в интернете я помню что вы сейчас планируете больше сокращать больше или наоборот увеличивать бюджет на продвижение тем более у вас появился по сути новой категории новый продукт в магазинах как вы планируете естественно увеличивать то есть маркетинг во время кризиса обязательно должен мы должны больше инвестировать больше процента с выручки выделять если это обычно там 12 процента да то есть он идет сейчас мы должны наращивать потому что нельзя терять во первых вот эту коммуникацию с клиентами да вот уже каждый день интересуется вы открыты не открыты тоскольки работаете уже допустим от в остане мы работаем до 8 в алматы мы работаем до 10 но такие почему-то сейчас правила разные вот пусть и каждый раз задают вопросы правды то есть обрабатываете вы не обрабатываете как вы работаете то есть мы вот мы вынуждены оборот больше инвестируем маркетинг да вот плюс ну мое предположение что надо все равно то есть давать разные новые приложения даже во время кризиса вот мы даже в прошлое карантин мы сделали там хрустящий курочка как какие все она кстати во время карантина хорошо себя показала а потом против сняли мы и убрали потому что профильный продукт но мы думали то что это будет долго разработали новые продукты вот отсняли их сфотографировали видео сняли там и запустили на них рекламу там target поэтому однозначно у нас там но x2 там по маркетингу точно будет слушай но это это прикольно то что вы там не то что отбиваетесь от еще какие-то шаги вперед делаете но может быть действительно может коммуникация еще более актуальна сейчас да то есть одно что ты думаешь будет с остальными что вот мы статью сегодня только вот какой-то скипи мджи было сегодня прочитал 300 тысяч субъектов во время чп 300 тысяч субъектов предпринимательства мы обратились за срочкой то есть и 1 из 6 миллионов человек были отправлены в отпись без содержания ну я так понимаю что вот и понятно дело что это из разных отраслей но что будет вот с ресторанами с кафе ну вы сейчас то что ты рассказываешь это очень круто но как ты думаешь вообще что будет соответственно там не у всех же такая модель есть не все могут как-то измениться ну может быть у кого-то объективно и нет как бы таких предпосылок ну я думаю что многие вот как они закрылись они уйдут просто от предпринимателей вопросов другие сферы признают убытки да они просто зафиксировали да то есть лучше ужасный конец чем ужас без конца да вот поэтому если у них есть какая-то там подушка до личная то есть они ссори ребята мы пошли дальше да и там откройте себе магазин супермаркета же я знаю что в москве там даже есть вилл сам сайт какую-то я не помню компанию они предлагают переделывать существующие площади в супермаркет мини-маркет то есть там мы ваш ресторан превратим в мини-маркет то есть у них прямо такое предложение есть такой оффер я думаю это был такой сильно хороший оффер во время карантина ну прикольно то есть твой ресторан закрыт перейтируйте в мини-маркет да и там были там небольшие такие суммы вот иметь прям готовые решения по дизайну по продуктам поставщикам по оборудованию пойти и так далее ну прикольная вещь вот я думаю что ну можно как-то до нас дойдет вот и есть те которые перейтируются в чисто в доставку вот как мы мы сейчас тоже планируем открывать маленькие точки без посещения просто чтобы там готовить наш блюдо готовит плов готовит блюдо и доставлять чтобы побыстрее в разные точки города вот мы сейчас в нурлтау по идее открываем одну ну одну точку вот это идет в партнерстве с владельцем этого помещения то есть мы там не будем мы уже знаем заранее что будет вертики с этими арендами и поэтому договорились что он будет у нас там партнерстве именно по этой точке да вот и поэтому если там опять будет блокировать то мы ничего не будем платить да вот поэтому ну даже такие решения мы находим чтобы как-то адаптироваться под новые реалии вот ну что будет с ресторанной сферы если честно вот ну непонятно я так думаю что может большие сетевые как потом и билет раз то есть они тоже то есть наблюдаешь смотришь общаясь мы все тоже общаемся между собой и там нет такого прям изменения бизнес модели там еще что-то надо закрыться окей все закрылись надо открыться но может открыться вот все открылись и вот что многие просто тупо вот они закрылись и все и ушли все съехали продали оборудование какие-то там долги паре и не смогли ушли просто в другую сферу потому что это же как ресторан и бизнес касание уж такое да давай я открою ресторан на то что без там без опыта и так далее но вот как-то получалось ребята но такие вещи они вот скажем так это фильтра нули на вот эти вещи то есть только профессионал останутся действительно статье случайные все просто их и они и уйдут как я думаю да но все равно может кто-то сможет адаптироваться да и там потому что это его и дохода вот там логика хорошо работает там еще сумел там правильно адаптироваться и так далее уже здесь вот прям каждый день вот важен мы прям вот каждый день на связи со всеми ребятами то есть ну из команды это такая ну я вместо чтобы вот так лежали да на карантине да и кайф мне там работы ну шквал работы это это еще тяжело в плане то что мы перестраиваемся же на удаленную да ну способ работой и все это правильно отреагировать не сделать это конечно было но жесть вот слушать это затрат на разные то есть виды безопасности безопасности здоровья для наших же сотрудников каждый это термометры это то есть маски тем более варим каротина маски вообще пешно стоили это прямо у нас мы прям большая статья расходов у нас была и до сих пор она есть то есть у нас есть графики там смены масок графики смены перчаток графики смена одноразовых халатах халатов это куча бактерицидные лампы это дезинфицирующие дезинфекцию проводим в ресторане то есть это это прям вот большая-большая статья расходов потому что маски же они постоянно если должен то есть ну тебя 20 человек в ресторане работает и каждые два часа от 20 масок выкидывается надевается кидается него надевать вот и вот это тоже тоже сильно влияет на выручку да потому что очень много расходов дополнительных вот ну мы только за это да чтобы держать безопасности своих сотрудников и как ну наших там гостей которые приходят и доверяют нам что у нас все безопасно я вот к вопросу о том что кто выживет еще что там такой немаловажный фактор ну кроме того что мы уже обсудили это аренды еще и кредиты да ну по сути потому что если ты режешь косты там как-то оптимизируешься ну хотя бы под выручку что-то выравниваешь расходы да ну это одна история даже как-то рассказываешь про ноль когда есть кредиты это же ну такая штука которая ну не знаю там может быть можно как-то с банками договориться хотя вот я по-моему не знаю ни одного случая нормально что у вас как как с этим но у нас кредитов нет вот но есть как бы наши финансовые обязательства то есть мы их выполняли мы не с кем но с банками мы не договаривались вот только по каске кстати дима блин он мы хотели такую штуку чтобы но человек приходит наш курьер приезжает до человек хочет оплатить там налом или там картой да вот вот вода хрустальная они хорошо сделали ты просто захочешь платежи тебе приехала вода ты захочешь платежи находишь вода хрустальная астана там да и оплачиваешь мы такие хотели внедрить такую штуку у себя как заказ сейчас не принимает бизнес клиентов и приостановил все эти вещи и потом вышли из карантина все равно вы ориентированы там что-то на розничный до бизнес и да да в основном что касается магазинов да никто мне кажется просто вопрос еще руки не дошли многие люди обращаются на самом деле но я думаю впереди ну и при этом все равно переводами тоже удобно вам наверно да то что переводы делают карточка вам неудобно нет неудобно мы сейчас нашли как такое решение через cloud payments мы будем отправлять виде смс или на почту до email вот и все и человек приходит он сам там забивает номер карты и оплачивает вот и как аспе перевода это честно неудобная такая штука потому что это удобно когда там ноут просто маленький магазин до учет может быть какой-то такой простой да у нас все-таки кучу поступлений от разных там этих и и нам удобнее было бы сразу вот как захочешь оплатить оплатил можешь встретить да то есть бонусы тоже очень важно может бонусами оплачивать вот у нас требовали это клиенты но мы говорим блин что-то вот идите пообщайтесь они что-то не хотят мы хотим вопрос времени кстати у меня вот вопрос к вам обоим вот смотрите ситуация вот с оплатой карточкой или тем же каспер в ресторане да ну я не знаю как внутренне устроено вот я живу в парадигме что официанты в том числе зарабатывают с чаевых да как бы ситуация когда ну все меньше и меньше денег носишь благодаря благодаря там таким организациям как каспий с одной стороны удобно что ты не носишь нал с собой с другой стороны приходишь к вам диаз и ты как бы уже хочешь сделать ну чаевые как бы а у тебя их либо нет ну либо у меня там бывает там знаешь там лежит на всякий случай одна 20-тысячная купюра ты такой ну во первых ну я никогда в жизни столько не заплачу во вторых как бы сейчас ты опять начинаешь как-то официанта туда ну как как сказать заморачивая да на это там а с другой стороны ты как думаешь ну ладно хорошо ты не заплатил ладно 10-10 процентов все но вот как-то внутри тебя есть ощущение что все равно как смысле официант ну как бы он частично рассчитывает то в какой-то степени все равно на чаевые какие-то не были но как вот у нас когда не будет решение вот типа как в штатах там или штатах или где еще там в москве уже много где есть в киеве небольших заведениях есть как ты на чай вставляешь в москве много где есть карточкой да можно будет да на чай оставить карточкой от банка от диаса ну там ну там я видел или как или все равно конечно но я имею ввиду и так нормально получают я думаю что будут такие решения как у яндекса да то есть когда там же есть чаевые вознаграждение этому водителю когда-то патчи в конце ты указать да я думаю что будет приложухи где ты можешь сразу там легко оплатил и там и сразу и можешь указать то есть закинуть вознаграждение официанту я такие пост терминалы видел в москве есть и в киеве там ты оплачиваешь первую сумму и там выходит дальше это типа вторая сумма если ты хочешь официант заплатить то есть это эквайр вполне возможно эквайр должен выпустить такие пост терминалы ввести да ну то есть по идее да но потом чтобы они тоже так сказать попадали к официантам да потому что когда я спрашивал слушайте давайте я через каской заплачу я говорю а я могу чуть чуть выше заплатить а вы там заберете они говорят нет ну я в принципе можно чуть больше заплатить владельцам но хотелось бы официантам я просто каспи гол перевожу чаевые через каспи гол перевожу ну почти у всех официантов есть нормальная система вот приложение рахмет они вроде говорят то что потом в будущем они сделают себе чаевые когда при оплате а ну вот может быть вот эту боль ну если это боль как бы ну по крайней мере неудобный момент какой то что вот между допустим мы вот до карантинное время мы у нас неплохо мы запустили в ноябре хорошую мотивационную программу для официантов вот и у нас и без чьевых официанты хорошо зарабатывают вот но сейчас и как бы не было таких вот вещей там проблемы с этим но это актуально конечно то есть карточки у нас сколько у нас где-то 80 процентов это карточка оплачивают то есть 20 процентов этих аналом поэтому это очень мало и сейчас люди реально очень мало аналом с собой носят у меня вот мне тоже нет там на всякий случай вот как одна купюра лежит да и то это только парковка в меги там иногда я вспоминаю что надо как раз оплачивать да там карточки ну у них по-моему сейчас появилась карточка в меги я не видел это может в Алма-Ате было да в Алма-Ате ну в Алма-Ате потому что это более продвинутый город просто да поэтому эта история была как я этот как я сполканулся в Рискалтере короче там проходил медиасаммит и я я такой смотрю что-то очень все занято а почему бы в самом Рискалтер не припарковаться какие проблемы захожу там очень просто все встал короче а там медиасаммит ну там он идет 12 часов что ли там и на перерыве мне надо срочно уехать я где-то отсидел 4-5 часов несколько сессий спускаюсь вниз а там что-то вроде около там паркинга я не знаю сколько он стоит ну короче у меня вышло выкатило около 3000 что ли капец ну какие-то монетки а у меня вот ну у меня нет вообще налого вообще и срочно надо ехать и там вот там кстати вот этот был же таксист трусик вот который ютубер он выезжал в этот момент короче из паркинга и тут я выбежал вот так вот а там все пустой паркинг никого нету короче я говорю стой дай мне чем-то я тебе отдам у меня сейчас нет денег карточки не принимает ну в общем он говорит там что-то там обменяйся какой-то там иди обменяй у охранника в общем какая-то сложная история была я уехал но я потом ну как бы понял что ну не надо там парковаться потом вот почему-то пусто да да вот почему-то пусто не просто такой умный и потому что это такой как бы как бы вот дураки все а вот наверное есть причина и она ну я говорю и так совпало что и денег у меня не было ну как бы ну так сейчас сейчас может бывать я слушаю хотел такой вопрос мне очень весело задать но мне интересно какой ответ будет какой совет будет вот смотри я ну смотрел интервью во время карантина еще первого чешварки набрали интервью и он один крутой пример привел я там сейчас политику не лезу но тем не менее он сказал что у него управляющая была девушка из россии которая работала в лондоне у него да вот у него хайп ресторан да и она всегда жаловалась на большие налоги так что в англии большие налоги но во время карантина всем сотрудникам хайпа государство платило две с половиной тысячи фунтов чтобы ну поддержать бизнес с английским и чешваркин после этого менеджер с россии сказал блин я теперь понимаю за что я плачу я всегда буду платить я хотел тебя спросить достаточно ли помощи или действий именно для малого и среднего бизнеса сделал государство и если нет что бы ты ждал бы какая помощь нужна конкретно ну вот ну я думаю поддержку тех сотрудников которые ну тех вообще людей которые потеряли работу да не по их вине вот эти вот ну не 42 500 я думаю что нужно там 1200 наверное надо им выплачивать как минимум вот потому что что такое 40 тысяч в наше время вот поэтому то есть то есть вот это бы основной бы поддержка была бы ну одна из самых крутых а второе это естественно по налогам да потому что ну и либо их там отсрочка либо их снижение да вот и и все то есть особо ну таких и ну помочь там медикаментами да и там потому что сейчас вот это все идет по то что не хватает там койко мест не хватает там медикаментов и лекарств и так далее вот я вот про нас думаю только так вот я не знаю потому что то есть знаешь бывает такое а что так можно было да есть в таком режиме да поэтому если честно мы ну мы настолько ну скажем так мы ну я сам лично не знаю на что можно рассчитывать да со стороны государства да но вот я всегда и до сих пор переживаю насчет наших ребят о которых мы там отправляем в отпуск без содержания блин вот что они там делаем если нужна помощь мы всегда говорим что мы всегда на связи да но чисто физически мы мы не можем всем помочь потому что тут того потока денег нету просто вот на 80 процентов ты упал что теперь ты возьмешь с этого да вот и поэтому было бы круто то есть помочь вот если мало среднем бизнеса это вот тем тем людям которые потеряли доход набор чтобы им и 42 500 да и с кошмаром да вот достойную нормальную то есть компенсацию там от 200 тысяч вот потому что другие кто остался мы их мы их обеспечим сами да вот ну и зато надо париться там искать какую-то подработку какую-то непонятную нелегальную работу да во время картина с рискованием здоровья ну что в среднем вот и потом когда мы выйдем с карантином его обратно позовем и то есть и сами будем выполнять эти обязательства вот это было бы классно это было бы круто я считаю что вот ну или какие-то там продуктовые корзины на то есть вот мы во время карантина но не так активно но там помогали иногда врачам да мы отправляли там порции плова то я не помню сколько раз это делали но даже несмотря на то что у нас там до плачевная ситуация мы все равно то есть помогали врачам и в астане и в алматы там скорой помощи кормили их обедами вот там я знаю там целое движение образовалось среди ресторана вот именно ресторанов и в алмате вас активно было в алмате то есть которые там все равно рестораны вот нам же дешевле до обходится эта еда на чем люди их будут покупать поэтому мы за счет своих средств скидывались не деньгами а именно едой дают кто как мог помочь если бы у вас был бы кредит наверное с кредитом да нужно было на помощь если просто у вас нет поэтому как бы в этом чуть легче вам а глобально я думаю да то есть по кредитам было бы круто если бы помогали людям вот и не вот это то есть знаете от строчка да если бы это может была возможность вообще то есть не платить его а потом платить когда можешь да то есть не отказываться от обязательно а потом потому что а строчка это же означает что ты потом будешь ты все равно оплатишь это да ты три раза больше а потом тоже будет тяжело восстанавливаться то есть вот поэтому ну не это как бы нелогично немного вот но я кредиты по более маленький процент дальше мы по более маленький процент тоже да для развития может быть и малу средний бизнес тоже ну может быть у вас все окей но другие может быть это нужно. Под маленький процент, под 0% именно для развития бизнеса. Если все рестораны закроются, понятно, что ничего хорошего. Вообще малосредный бизнес здесь может захлопнуться. Ну да, согласен насчет там вот, да, там 1%, какой-нибудь, да, там 2%, если это там, потому что все равно же банк должен жить, да, тоже, это же их бизнес-модель. Вот, но если это дотация со стороны государства... Да, я про дотацию сейчас больше говорю. Да. То, да, почему бы и нет, да. Вот. Это было бы тоже круто. Потому что, естественно, я вот не думал про это во время карантина, потому что ну даже вот этого продолжающего кризиса. Почему? Потому что не было даже времени насчет этого думать. То есть мы как такие пожарники. То есть там пожар, там пожар, да, то есть и надо было его тушить постоянно, надо было постоянно принимать быстрые, быстрые, очень быстрые решения. Потому что, скажу так, то что вот даже команда вся то есть у всех был пустота в глазах и все были растерянны вот в марте вообще то есть это было тяжело было смотреть на это но я понимал что если я тоже буду такой растерянная да то есть и я буду не за что делать то тогда начнется хаос и в компании да и во всем этом займу потеряем бизнес поэтому ты берешь полную ответственность на свои плечи да и и начинаешь просто фигачить то есть говорит вот делаем так делаем так делаем так все и потом уже люди перестроились поняли что да там у диаса есть план всего то есть надо так делать и мы его так вот смогли выжить и дальше сейчас вот и работаем вот то есть очень важно в эти моменты там собраться да и там уверенно давать там определенным указание там да и какой-то план действий вот потому что вот ну я так понял и вот мой первый в первый раз столкнулись с такими на ну вообще то есть наш мир да там и да страна столкнулся с такой штукой вот уверенность придает какой-то определенный план когда есть план антикризисный план со сроками соответственными на там лицами люди начинают такие уже себя более уверенно вести да потому что там было такое там паника просто у людей до панические атаки начались причем делать сейчас она закроется то-то 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 вот вот такие виды поэтому я просто я не думал про эту государственную поддержку ну непонятно было то есть у кого вообще требует что от кого требует я бы хотел чтобы потом это снизили то есть у нас были очень большие ну постоянно были проверки и со стороны сс со стороны там полиции там страница мата а то есть вот мы бы там хотели бы послабление в этих до в этих вещах или обычно там наш курьеров останавливали ну непонятно его остановили документы забрали потом взяли отпустили что делать приезжай там куда-то вот была такая ситуация приезжается чем приезжать почему забрали документы потом мы пока я там типич поднял небольшой в социальных сетях потом мы начали искать кто это у него забрал потом по рациям нашли ну просто потом привезли даже не извинились и все вы уехали что это было вообще то есть непонятно и вот таких ситуаций было очень много непонятных вот конечно но я думаю то опять же то есть государство столкнулась впервые то я не как могли тоже также и действовали да и они я думаю что это нужно их винить потому что но тоже никто не понимал что делать вот вот это вот мне кажется вообще такое ну не не понимание роли вот этого малого средний бизнес она конечно такая очень низкая то есть получается так что будет эта фильтрация да но в смысле люди уйдут с рынка с одной стороны какой-то положительный такой момент но с другой стороны бизнес же это не только ну там столы кухня да там какие-нибудь там продуктов бизнес это вот этот вот накопленные компетенции да управленческие любые тогда там но то есть которые находятся в людях и по сути находится в командах у команд этих но у людей да есть выбор вообще то есть ну ладно я могу открыть магазин может быть я не сильно эффективно может быть у меня кредиты налоги там но еще там не знаю поставщики из европы там ну или я пытаюсь применить какой-то пример по отношению к ресторану но я как предприниматель могу представлять ценность для этого общества но мне кажется вот эта ценность она как бы занижен по сути и если у меня есть выбор например ладно не заниматься предпринимательством или заниматься на где-нибудь другом месте или поменять страну я думаю вот это вот ничего хорошего потому что в принципе все это вытекает из логики такого ну действий у людей да он может там что-то получилось что-то не получилось ну очень много людей там какие-то валютные риски да там и так далее то есть есть вещи в которых ты не только как неэффективный предприниматель да можешь попасть под какие-то вот такие обстоятельства ну по сути вот и ну мне кажется что вот это вот значение значение вот таких людей когда вот ты рассказываешь очень круто ну когда ты рассказываешь с командой сделали то-то потом увидели такую возможность сделали шаг туда да там потом я не знаю там увидели что здесь мы не зарабатывать это свернули сделали новое ну по сути вот это и есть по сути вот это вот бизнес вот это есть вот эта ценность да ну вот это команда людей, которые вместе, во-первых, уже могут так работать, да, и в каких-то вот таких условиях выживать, у которых понятные какие-то цели, там, развитие компании, получение прибыли, добавленная стоимость, выплата, заплата людям. Ну, это же какие-то, понятно, ну, там, арендодатели, поставщики, все, как бы, ну, всем от этого хорошо. Да, наверное, если бы были бы еще вот эти коммуналку, ну, коммуналку, вот эти тарифы для юрлиц, да, то есть для бизнеса, если бы еще, ну, это же тоже, по сути, можно было бы сделать, например, ну, вот вдобавок к тому, что ты говоришь, ну, мне так кажется. Кстати, да, да, она не снижалась, еще что-то платилось. Там, те, кто с производством связан, ну, те, кто вот связан вот с этим потреблением, это же все можно было бы регулировать каким-то образом, но я думаю, что, ну, так как-то будет, как-то потихоньку все это будет меняться, но будет плохо, если люди уедут, вот в чем, ну, для меня как такой исход. Бизнес потеряется, ну, то есть ресторан может стоять, придут туда новые люди, может быть, у них получится лучше, а может быть, нет, да. Кто-то из, кто-то из этих людей занимался этим бизнесом, долго копил компетенцию. Теперь он где-то в другом месте должен данного начать. Конечно, если он предприниматель, он выживет, но, ну, он мог улучшать бизнес, а не начинать сначала, да. Мог быть какой-то план развития, его внедрять, например. Я вот думал, кстати, да, во время карантина, да, этого кризиса, создать некое, там, может быть, комьюнити, да, то есть там предпринимателей, да, то есть вот это сообщество, которое, чтобы координировать между собой действия, да, там, помогать друг другу как-то, или людьми, типа, допустим, у нас там, у нас наоборот людей отправили, а там в каком-то магазине или в какой-то компании, наоборот, нужны люди, да, мы такие, слушай, иди туда, там. Или деньгами как-то друг другу помогать, или ресурсами, там, и у кого-то есть там продукты, наоборот, много их образовалось, там, на складе, да, давай перемещение сделаем по, там, по себестоимости, да, чтобы у меня это не сгниет, а у тебя это будет. Но потом что-то вот реально, то есть не было даже и времени, и, там, энергии. Так, ребят, ребята, так, извините, нормально, нет, у меня зависит, да, сори. А, окей, было бы круто, чтобы так объединять, но потом я увидел, что сделали телеграм-каналы, да, и потом бросил людей, потому что сейчас вот есть несколько телеграм-каналов реально полезных, от которых, там, ты сразу получаешь какую-то, там, ну, нужную полезную информацию, вот, и я знаю, что там группы есть какие-то, вот. Но в итоге... А можешь сказать, что за телеграм-каналы, если кто-то нас смотрит, какие-то молодые ребята, предприниматели, может, они не знают, а что за телеграм-каналы? Да нет, ну, это просто все те же, там, Жексен Ньюс, это вот, и бизнес-штаб Алматы есть, вот, и, ну, ну, Тенгри, я отписался, блин, там, столько негатива, я думаю, вот, Жексен Ньюс, там, всегда получаешь, и, вот, бизнес-штаб Алматы, и есть еще другие телеграм-каналы, которые, я на них не отписался, но я вот, ну, наши ребята, руководители, да, ресторанов, там, да, какие-то винины руководители, они, ну, обязательно подписаны на них, потому что там это, ну, такие вот, в Астане, в Алматы, где они сразу получают нужную информацию, да, и там, и начинают, там, действовать, все, что нужно, вот. Ну, плюс у нас, мы вошли в эти, там, сейчас образовались такие группы, там, типа, клуб рестораторов Алматы, клуб рестораторов Астаны, вот, и там все вот между собой общаются, вот, вот это тоже очень помогает, кстати, вот, именно, да, типа, да, там, очень много, там, в Алмате вроде, там, 200 ресторанов, в Астане, там, где-то 60-70 ресторанов, там, вот, сидят только, вот, там, руководители, директора, там, или владельцы, вот, и, там, вот, оперативно обмениваются между собой, вот, и поэтому, там, наши, вот, руководители, там, в Алмате, в Астане, здесь, они, там, состоят, и они, вот, сразу, то есть, какую-то актуальность, как нужно делать, как нужно подготовиться к тому или иному, там, активности, вот. Слушайте, ну, как вы думаете, смотрите, ну, закончится ли эта эпидемия или нет, но это же все равно вызовет, вот, сейчас там пишут, что 2,5 ВВПМ потеряем, наверное, больше, потому что, там, в России прогноз, по-моему, 8 или 7. Так, меня слышно? Слышно меня? Да, да, слышно, слышно. Ага, я говорю, как вы думаете, то есть, ну, вне зависимости, закончится ли это пандемия и карантин, все равно же нас ждет какой-то, ну, затяжной кризис, скорее всего, да, вот, вот, в этой статье, там, писала 2,5 ВВП, мы потеряем, вроде бы, по этому году, в России, там, 1,7, по-моему, или 8, вот, что вы думаете, будет вообще, ну, ну, в стране, я имею в виду, касательно бизнеса, ну, вот, рестораново и вообще в общем, потому что, я так понимаю, все равно же процессы взаимосвязаны, да, то есть, доходы у людей будут падать, безработица, возможно, ну, я не хочу поддаваться панике, но там одно за другим, может быть, какая-то криминальная обстановка может там усилиться, скажем. Ну, да. Дима, что скажешь? Слушай, мне кажется, Коль больше сейчас спрашивает, рестораны, бизнес и так далее, я могу сказать пару слов? Я сразу сказал, что после карантина первого, вначале будет всплеск в рестораны, бизнес, все пойдут, я сам побежал, каждый день ходил. А потом, не только вопрос, ну, типа, безопасности, то, что люди начали заболевать, потом у людей, в принципе, денег уже столько нет, да? Ну, да. Начинают задумываться, я с друзьями некоторыми общался, я говорю, ну, что, пойдемте в кафе, они говорят, слушай, я уже за время карантина нормально дома готовлю, дома тусуюсь, беру пиво и так далее. Я во время карантина чинил духовку, он говорит, сейчас заказов очень много, потому что люди дома готовят, начали готовить дома очень много. Духовочник, короче, он был нараспад. Дим, Дим, блин, что-то у меня со связью опять. Ребята? Сильно процентов не разбираюсь. Дим, Дим, извини, пожалуйста, меня сейчас слышно? Ты можешь переговорить, меня опять зависло, потом смонтируем. После духовочника. А, после духовочника. Ну, то, что люди сейчас сами начали готовить, и уже большую необходимость многие в ресторан как бы не видят. А с чем основной вопрос? Только последний год-два, наверное, Диаз меня исправит, если это не так, но я заметил, что сам ресторан ими очень сильно увлекаюсь, в свое время хотел бар открывать и так далее. То, что последний год-два только люди начали в ресторан ходить не потому что, не просто покушать. Раньше они ходили, какой-то повод у них был. То, что в последнее время люди могут просто поужинать, пойти, пообедать. И вот как раз только этот рост пошел и появился этот кризис карантина. И мы, кажется, нас это опять откинет назад. То есть мы будем только о мероприятиях, какие-то важные вещи, а в основном будем дома, потому что просто основная проблема. И люди даже после всего карантина могут не выйти из-за того, что денег нет, безопасность уже, ну, то есть боятся заразиться и так далее. То есть с ресторанным бизнесом, мне кажется, ну, будет не все хорошо. Какой-то долго будем откатываться, откатываться, ну, в смысле, опять вернуться к 2019 году будет тяжело по объему, мне кажется. Точно. Ну, вот, что первое? Конечно, это у нас, скажем, будут по-любому изменения внутри ресторанов, да? То есть вот как это коснулось, там вот во Франции, там они, есть рестораны, они сделали отдельные такие вот, ну, на каждый стол это отдельно идет такая, скажем, из пластика, что ли, из оргстекла перегородка, у него у каждого стола отдельная вытяжка даже, и приточка, и вытяжка, вот, тем самым, говорят, мы вам обеспечиваем безопасность именно каждого вашего стола, вот. Возможно, у нас такое появится, то есть это прям на уровне, там, законодательства, чтобы там каждый стол был отделен, там, перегородками с определенным, там, каким-то, из определенного, там, материала, это должно быть сделано, да, там, какие-то вот тоже вот эти штуки по вытяжкам и по приточкам, вот, это раз, то есть, возможно, нас заставит это, все это делать, потом второе, допустим, там, кофейный бизнес, да, в бизнес-центрах, он точно там, я думаю, что он умер вообще, то есть сейчас, да, то есть бизнес-центры еле дышат, то есть многие арендаторы, они съехали там, или не съехали, а работают удаленно, да, а вот эти кофейни, кофейни, которые работали там в бизнес-центрах, на первом этаже, они, у них нет такого потока, в итоге они вот вынуждены, многие закрылись, потребление кофе там упало, вот, соответственно, то есть и кофейный бизнес, то есть кто поставлял кофе, и кто чинил эти кофемашины, тоже у них всех там упали, то есть от ресторанного бизнеса тоже многие, скажем так, страдают и соответствующие, сопутствующие, сферы, кто им поставляет, кто их обслуживает и так далее, вот, вот, по поводу там готовки дома, да, то есть мы тоже сейчас думаем запустить еще два направления, это первое, это готовые рецепты с неготовой едой, да, то есть с ингредиентами, которые уже мы, то есть мы можем в цеху все нарезать, нашинковать, там, сырое мясо, там, там, эти овощи и так далее, и мы тебе там в вакуумном упаковке, там, в красивой упаковочке привозим ингредиенты, да, ну, там, продукты и там красивая, яркая там какая-нибудь инструкция. Конструктор такой, да? Да, и ты уже берешь, там, сам пожарил, запарил, там, у тебя все это есть, там, на YouTube канал есть, там, где все эти рецепты, куча рецептов есть, ты можешь там YouTube врубить, да, можешь по этой бумажке посмотреть, то есть это, по идее, это тоже, то есть, может быть, ресторан бизнеса, это перевернется, да, когда мы будем, то есть, ты можешь получить, не знаю, готовую еду, ну, готовые рецепты от хороших шеф-поваров ресторанов бизнеса Маты, там, или Астаны, вот, потому что чаще всего, там, ну, в хороших блюдах, там же бывает, там, очень много таких вещей, которые трудно найти вообще, да, или время туда идти искать, а здесь мы тебе все привозим в одном там хорошем боксе, в упаковочке, там, и ты уже готовишь там, это тоже, я думаю, что имеет место быть сейчас, потому что, как Дима заметил, да, то, что, ну, реально люди начали готовить, я тоже во время кризиса начал готовить дома, там, жена тоже удивлялась, ну, фига ты там, не умеешь, то, умеешь это, а я врубал YouTube, там, смотрел, чего можно приготовить, вот, и каждый раз там разные, чуть до десертов не дошел, потом каратин закончится, лучше десерты готовить. Ну, Дима тоже хорошо плов готовит. Круто. И второе направление, это мы хотели, вот эти онлайн-курсы, как вот есть бывший из Чоколаева, там, парень, я не помню, как его зовут, он создал вот этот Кухняс, Кухняс-проект, Кухня-эд, или Кухняс, как он там называется, это, то есть, ну, это такие онлайн-рецепты, ну, ты учишься онлайн, как готовить еду, вот, там, за подписку, у тебя открывается ряд, там, ряд разных блюд, разной кухни, и ты вот готовишь, ты умеешь, ты учишься готовить онлайн, вот, может быть, тоже мы сделаем такие онлайн-курсы, да, запишем их на камеру, какой-то будет продакшн, да, мы и будем все это дело продавать, там, по подписке, да, вот, либо там, разного пакета, там, 100 рецептов, 10 лет, там, еще что-то, вот, такие вещи, почему бы нет, тоже, ну, мы все разные, мы эти варианты тоже прорабатываем, мы сейчас запустим вот это, полуфабрикаты для магазинов, потом будем уже вот думать про вот эти там штуки, вот, потому что такой вот там Black Star Burger, они вот во время кризиса, они такое вот продавали, они доставляли тебе булочку, котлету, там, еще, и ты вот сам это дома жарил, и готовил эти булочки. И Дариджани тоже вроде, а, Дальпапа вроде тоже такое делали. Ну, афиша это делала еще, кажется. Афиша, да? Да, кажется, делала. Слушайте, ну, это круто. Такой подход, ну, это, как сказать, неспроста мы, Диас, позвали тебя в наш этот, как назвать, подкаст, беседу, потому что как раз хотелось поговорить с человеком из той индустрии, которая, ну, одной из первых попала на под удар, во-первых, во-вторых, но с другой стороны, по твоим постам в Фейсбуке, и вообще по общему настрою, видно, что вы не сдаетесь, и это очень круто, потому что, ну, ты вот нам за этот, за этот период рассказал столько, столько всяких интересных вещей, которые, ну, которые вы там изобретаете, ну, дай бог, что все получится, но это круто, потому что действительно, вот так опускайте руки сейчас, наверное, то есть, короче, когда у нас был, ну, когда у нас был вот этот прокарантин, ну, у нас связано с продакшеном, с заказами, да, я когда пришел, я команде, короче, я сказал, ну, понятное дело, что все это режем косты, в первую очередь, да, что еще можно сказать, но во вторую я сказал, мы будем наоборот барабкаться еще сильнее, то есть, я не знаю, что мы будем делать пока, но будем барабкаться еще сильнее, еще будем активнее, там, не знаю, в Ютубе, еще где-нибудь, то есть, ну, как бы, первый посыл такой, то есть, не наоборот, не так, не лежать, и уже падать вниз, да, как, тонуть, будем карабкаться, посмотрим, к чему это приведет, круто, когда есть стратегии, когда есть вот такие вот идеи, большое спасибо, Диас, за разговор, я надеюсь, мы еще через какое-то время включимся снова в беседу, ну, такие вещи классно смотреть, как и твои посты в фейсбуке, классно смотреть в динамике, я очень люблю, вот, про бизнес, когда вот, ну, вот, Еликбаев одно время, когда он этим кофей не управлял, мне нравились его жемесячные отчеты, они были не очень красноречивые, но для меня это была как история, вот, финансовый отчет, а для меня это лучше любого реалити, я такой, я вижу бизнес-динамики, мне, как бы, ну, например, я думаю, что у нас предпринимателей все больше и больше, поэтому, я думаю, таких людей будет больше, и через какое-то время посмотрим, как ты воплотил эти идеи, ну, мне кажется, было бы круто, если бы ты поделился. Дима? Я только знаю. Да, я согласен, было очень полезно, интересно пообщаться. Я запомнил еще раз этот основной коммент по касте, не знаю, что смогу сделать, но я напомню, напомню, ребята. Хоть что-то практическое должно было из этой беседы быть. Да, Николай, Дима, спасибо большое за встречу, вот, честно, я так вот, во время, кстати, карантин, я писал же вот эти посты, да, мне тоже писали, то есть, разных СМИ говорили, там, прокомментируйте, вообще не было желания, то есть, выходить куда-то, то есть, там, писать, там, какие-то статьи, там, еще что-то, потому что, я думаю, что, ну, ну, не то чтобы, я думаю, что, во-первых, не было такой вот энергии, да, делиться через СМИ, там, еще что-то, и я думаю, что люди подумали, что вы это там пиаришься, да, вот, поэтому я просто вот писал, на своей личной страничке, кто читает, тот читает, вот, ну, сейчас вот, то есть, вы пригласили, большое спасибо, то есть, ну, как смог, так ответил на вопросы, я думаю, было очень интересно, когда твоего лица это, я для себя очень много полезного вывел, вообще, столько всяких вот этих вот предложений, например, ты же говорил, что вы там снимали, когда, ну, с моей сферы, если брать, то есть, ты говоришь, например, вы будете делать онлайн-курсы, это вот, ну, это вообще во мне отражается, потому что, я вообще считаю, что каждый бизнес должен вот эти медиа-инструменты использовать, и чем больше открыт, тем, ну, тем лучше, то есть, не ради какого-то большого охвата, просто как принцип, да, то есть, показывать открытость, ну, как вот кухни открытые, вообще показывать процессы, это было бы круто. Хорошо. Все, спасибо большое, уже больше часа проговорили, я надеюсь, что мы еще сделаем много таких выпусков, будем приглашать предпринимателей, предпринимателей, которые в это тяжелое время, которые не сдаются, которые, у которых есть свои мысли, по этому поводу есть свои предложения, и поспрашиваем у них, как, что они делают, что они делают, это, я думаю, самое главное для того, чтобы все эти совместные энергии, в Казахстане у нас, малый и средний бизнес жил, там, выдержал все, и еще стал еще сильнее. Все, всем спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...